сегодня мы научимся набирать бисер при вязании жгутов со сложными орнаментами а также научимся составлять свои собственные орнаменты вязать таким образом можно не только обычные жгуты украшения но также и обвязывать предметы например вот это музейный экземпляр где обвязаны чернильница и карандаш и как мы видим узор вязания очень сложный а здесь и вообще высший пилотаж это обвязанные чехлы для зонтиков мы также научимся делать орнаменты для любых цилиндрических предметов схема вязания жгута очень похожа на кирпичную кладку в данном примере в основании кирпичной кладки находится 7 бисеринок а вот следующем ряду только 6 и так они чередуются жгут можно вязать любой ширины для этого измените количество бисеринок в первом и последующем рядах после этого можно раскрасить кирпичики любым узором при наборе ниток набираем так как показано цифрами сначала набирается последняя бисеринка затем набираем первый ряд необходимо очень тщательно и точно набирать бисер иначе будет большая ошибка и после этого набираем второй ряд с 8 по 13 и так далее поочередно каждый ряд бисером при вязании из бисера самое главное тщательно и аккуратно провязать первые два ряда и затем все остальные кирпичики будут укладываться строго по порядку и еще открою один секрет при вязании с тонкими нитками и мелким бисером очень удобно внутрь жгута вставить какую-нибудь палочку и тогда будет вязать быстрее и легче вот как это происходит теперь вы можете самостоятельно составлять даже такие сложные орнаменты если вам было полезно это видео то поставьте ему лайк и обязательно поделитесь со своими друзьями и